Поскольку у нас тут присутствуют наземные гости, и также есть люди по скайпу, которые нас сейчас длили, они, на жаль, еще пока украинскую мову не понимают. Я, как человек, который занимается, у меня один из моих объектов исследования, это стратегическая разбитка будущего. Я хочу сказать, что они будут действительно украинскую мову понимать, что украинская мова это мова будущего. Но тогда, когда Киев будет обладать таким геополитичным потенциалом, как нарази обладает Москва. И запомните всю форму. Тогда украинская мова будет лунатой и на пост российскому просто. А пока я вынужден для понимания коммуникации, я в том числе готовился, именно говорить на российском оккупационном языке. Да, я признаю, действительно, нужно говорить правду и называть вещества именами. Российский язык является оккупационным языком. Ну, то, что уже коллеги сказали, я всеми абсолютно согласен, добавлять больше ничего не буду. Но я, помимо прочего, я хочу сказать, что вообще об антироссийском форуме. Сначала кратко начну Телесно. Потому что вот вы пришли, вы не знаете, что такое антироссийский форум. Вы должны понять, что такое антироссийский форум. Вы понимаете, главное призвание антироссийского форума, зачем вообще все это делается. Он должен стать основой для создания широкой, профессиональной, мощной международной антироссийской коалиции. Это то, чего сейчас действительно не хватает. Форум должен решить две основные задачи. Оказать влияние на процесс постановки точки в более чем 800-летней битве между Киевской Руссией и Золотой Ордой. В пользу окончательной бесповоротной победы Киевской Руссии над Золотой Ордой. И вторая задача – показать прекрасные, главное, максимальные, реальные образы будущего Украины, как основной страны-победительницы Москвы в Четвертой мировой гибридной войне и будущих стран построссийского пространства. Сформировать в сознании людей реалистический образ будущего. Это то, что сейчас нет. Потому что все у нас сейчас говорят о чем угодно, а образ будущего не формируется. И вот задача как раз антироссийского форума сформировать этот образ. И тем более, я вот подчеркиваю, что именно к концу 2022 года мы стали как никогда близки к окончательному и беспородному решению московского вопроса. Так чем же, почему не воспользоваться? Нужно обязательно. И теперь я не буду вдаваться в какой-то долгий исторический репус. Мы с вами не на... Я вас не на лекцию историй пригласил сюда, а буду говорить конкретно вот именно по существу. Какая проблема нас объединила и стала причиной рождения антироссийского форума и нашего обсуждения того, что мы сейчас тратим время, с друг другом встречаемся, общаемся и так далее. Вот эта проблема возникла в конце 90-х годов прошлого века. И это, кстати, я сейчас сразу хочу сказать, это то, что не любят агрессор и враг. Это ему наиболее болезненно. Это для него наиболее болезненная информация. После поражения последующего распада СССР в Третьей мировой холодной войне, 1 февраля 1992 года, президент уже иного, нового государства Борис Ельцин и президент США Джордж Буш подписали Кэмп-Девинскую декларацию. О чем этот документ? А это документ о новых отношениях. На совместной конференции двух лидеров было заявлено об окончании холодной войны и начале новой эры во взаимоотношениях двух государств. Я считаю, и многие коллеги юристы со мной согласны, кто адекватно думает, воспринимает действительность, что в истории США это был один из самых безумных и стратегически ошибочных документов. Вместо того, чтобы осудить агрессора бывшего СССР и наказать своего экзистационального врага, бывшее руководство Соединенных Штатов Америки инфантильно от этого просто устранилось. И, к величайшему сожалению, советники президентов США, Великобритании, Франции, стран членов Совета Безопасности ООН, между прочим, с правом вето несущих особую ответственность за поддержание миропорядка во всем мире, не исследовали на надлежащем уровне Россию и общество. Они самонадеянно под влиянием мифа полезных идиотов о конце истории проигнорировали фактор геополитического реваншизма Москвы за поражение империи зла в Третьей мировой холодной войне. По логике распада империи, если идет речь о чистом распаде, то никакой Российской Федерации после 1991 года вообще не должно было возникнуть. Вместо России должны были остаться получившие независимость не только Чкерия, но и Татарстан, Башкортостан, Якутия и прочие государства, которые сейчас временно находятся в составе Российской Федерации. И государство должна была быть признана международным сообществом. На постсоветском пространстве должна была быть установлена временная международная переходная администрация, переходное правосудие, проведена тотальная декоммунизация, деимпериализация и денуклиаризация. Только эти факторы не допустили бы в будущем российско-чеченских, российско-грузинских и российско-украинских, а также прочих войн с участием России. Отсюда делается вывод о том, что в 1991 году империя зла не распалась, она всего лишь полураспалась. А фундаментально, тектонически, в определенном плане фактически Советский Союз разваливается именно сейчас на наших глазах. Вот это то, что сейчас происходит, это и самый настоящий распад Советского Союза. 31 год прошел, видите. Вот это вот опять-таки скажите в кавычках спасибо президенту 60 Джорджу Бушу за Кэм-Девинское соглашение якобы новых отношений. Вот к чему привели новые отношения с империей зла. Далее. Следующий безумный шаг со стороны коллективного Запада – это предложение Украине, Беларуси и Казахстану отдать свой ядерный потенциал своему экзенциальному врагу Москве под гарантией территориальной целостности и политического устранитета, которые оказались впоследствии иллюзорными. Теперь тезисно. Где грань прекращения войны Москвы против Украины, а стало быть наступление нашей Великой Победы? Все очень просто. Я вам буду сейчас говорить только формулу. Ну, в целях экономии времени. Война Москвы против Украины завершится только после вступления в силу обвинительного приговора специального международного уголовного трибунала в отношении Путина, его АПГ и основных российско-фашистских захватчиков. По фактам планирования, подготовки, развязывания и ведения этой агрессивной войны. Иного окончания этой войны не существует. Вот можете запомнить и записать. В идеале война Москвы против Украины завершится после того, когда будет осужден или иным образом наказан последний российский военный преступник. И именно к этому идеалу нужно стремиться. И в рамках этого мы должны, будем я потом позже еще расскажу, реализовать оперативные комбинации по ликвидации одиозных российско-фашистских захватчиков. Какова наша общая стратегическая формула победы? Чем больше и быстрее силы обороны Украины уничтожают российско-фашистских захватчиков и их пособников-коллаборантов, тем сильнее усугубляется наметившийся раскол между Путиным и различными силовыми группировками, и тем быстрее Путин физически будет ликвидирован своими самыми ближайшими силовиками. А как много вот эту формулировку, кстати, можно раскручивать. Вот я даже, понимаете, вот начало этой самой формулы, чем больше и быстрее силы обороны Украины будут уничтожать или уничтожать российско-фашистских захватчиков, тем быстрее, соответственно, будет падать и популярность российской агрессии среди русского населенца. И тем больше, соответственно, Украина будет получать со стороны стран западной коалиции различных видов вооружений и так далее. Тем более, я, кстати, хочу подчеркнуть нашим коллегам, что основой экономики Украины должен стать ее военно-промышленный комплекс. Вот это тоже, запишитесь, у нас, опять-таки, вот если император какой-то, значит, российский, по-моему, Александр Третий был в России, только два союзника, армия и флот, а Украина должны быть, два внутренних имеют в виду союзника. У нас внешние союзники, слава Богу, нормальные, 55 наших партнеров, которые на базе Рамштайн нам помогают различные видов вооружения, даже на самом деле больше. Вот, и какие для Украины внутренние союзники? Это суверенный военно-промышленный комплекс, это я для экономистов, говорю, кстати, сейчас, и аналоговое вооружение. Это залог нашей победы. Далее, по общей ситуации хуже, чем было для Украины и у граждан с 24 февраля по 10 марта 2022 года, уже не будет. Все, успокойтесь, можете вздохнуть, но не расслабляться. Именно в этот период существовала наибольшая, после Карибского кризиса, вероятность применения против Украины тактического ядерного оружия со стороны агрессора. Ну, мы помним знаменитую встречу, я, кстати, хочу сказать, извините, вы тоже в рамшем времени займут, ну, тезисно, кратко, это очень важно. Президентом Соединенных Штатов Америки, главой Китая, Байден и главой Китая Си Цзиньпини, где они, плешивому обнуленышу, прочертили красные линии о недопустимости, да, не то, что там применение тактического ядерного оружия, а даже угроз. Вот, я внимательно. И, фактически, я вам так скажу, открою занавес вот этих переговоров, которые были, они более 3,5 часов проходили. Там, в том числе, сквозь слова можно было почувствовать дух этих переговоров уже о будущем разделе построссийского пространства на сфере влия. Далее, смотрите, каковы ориентиры нашей Великой Победы? Стратегическая задача Украины завернуть эту империалистическую войну на территории агрессора и оккупантов в качестве внутренней войны. Поскольку Россия – это империя, колония для сотен народов и стран, применительно к будущим событиям, я буду употреблять фразу, я не употребляю фразу гражданской войны, я поэтому называю это будущую войну внутренней войной. Внимательно теперь, вот важная информация, это я говорю для всех, как ориентироваться, чтобы вы сейчас, я сейчас вас наделяю знаниями по поводу ориентирования, как нужно правильно ориентироваться на победу. Внимательно наблюдайте за ежедневными цифрами Генерального штаба Уженых сил Украины о безвозвратных боевых потерь живой силы агрессора. Это своего рода показатели нашей победы, насколько мы к ней близки, это галочки победы. А статистика Генштаба Уженых сил по потерям агрессора, она наиболее отвечает реальной действительности и неоднократно подтверждалась иными независимыми источниками. Итак, внимание, вот мы с Натальей Евгеньевной презентовали мой доклад, который был опубликован, в очевидном мой доклад прогноз 14 сентября на сайте Кипус ДНЮС, мы его в Украинском кредитном медицинском центре презентовали, там идет речь о том, чтобы освободить всю территорию Украины, необходимо, внимание, в широкомасштабной фазе российской агрессии, начатой с 24 февраля 2022 года, ликвидировать 200 тысяч российско-фашистских захватчиков. Погрешность численности этого прогноза небольшая, может составлять плюс-минус 5 тысяч. Такой прогноз не будет. Как прогностические данные получились, Байсовский сценарный метод прогнозирования вам в помощь. Далее, для России, сразу хочу сказать, потому что некоторые говорят, что такое 200 тысяч российско-фашистских захватчиков, уничтоженных. Для России такое ликвидировано количество живых сил и агрессоров, это вообще просто ничто. Вот, значит, смотрите, я сразу хочу сказать, что Генеральный штаб вооруженных сил Украины нам сообщил, я брал цифры по состоянию на 6 декабря, силами обороны Украины уколоось уничтожить около 92 тысяч 200 российско-фашистских захватчиков. Далее, фиксируем следующую планку, после ликвидации около 105 тысяч российско-фашистских захватчиков будет зафиксирован стратегический перелом войны в пользу Украины. И с большой долей вероятности, ну, как не видится, это событие наступит после освобождения большей части Херсонской и Запорожской области с выходом к административной границе Крыма. Ну, или какие-то иные территории, то это вооруженные силы Украины решают, там, и Генштабы, они сами знают, когда и что им там освобождать. Вот, стало быть, до освобождения всех захваченных агрессорами суверенных территорий Украины осталось ликвидировать всего лишь ничего. 107 800 российско-фашистских захватчиков. И здесь мы можем прийти к выводу, что с учетом насыщаемости различных видов вооружений, это можно осуществить летом 2023 года. Статистика показывает, что за прошедшие 10 дней силам обороны Украины удалось ликвидировать в среднем около 600 российско-фашистских захватчиков в сутки. К сожалению, это весьма малая численность потерь живой силы агрессора, позволяющей нашим защитникам, особенно на Бахматовском управлении, весьма сдерживать обороны. И вот смотрите, что важно. Вот если бы силы обороны Украины планировали бы такие операции любого характера, при которых в среднем сутки уничтожалось от 200 до 5000 российско-фашистских захватчиков, то я уверен, что мы бы этот форум уже с вами проводили в освобожденном Крыму. И помните, корки топлива войны Москвы против Украины. Пока они живы, агрессия Москвы против Украины будет продолжаться. Поэтому, несмотря на дополнительную мобилизацию агрессора с середины января 2023 года, о которой все говорят и по украинскому телевидению, она состоится, эта дополнительная мобилизация. До выхода к границам 1991 года нельзя сейчас ни в коем случае снижать темп ликвидации живой силы противника. Я вам так скажу, потому что дополнительная мобилизация в Мордоре, она создаст именно кумулятивный эффект для путинской системы. Теперь следующий вопрос, вот коллега Олег Дунда говорил, нужно ответить, потому что некоторых тоже волнует. Могут ли приграничные с Украиной области, Брянская, Белгородская, Корская, Воронежская и Ростовская войти в состав Украины после поражения Москвы? Да, могут. Я сейчас объясню, как это все произойдет. То, что я сейчас говорю, это я уже, Наталья Евгеньевна, у меня тема со сценарий будущего. Я кратко, трясно говорю о том, что нас ожидают в ближайшем будущем. Чтобы люди это знали. Потому что вот они через лето монеты будут слушать, да, и скажут, ну как все произойдет. Я могу вас поддерживать только в своем вопросе, потому что минулого року, когда еще только думали, что будут жарить дектое шашлыки, что будут добро святкувать травневые свята, еще в вересне минулого року. Мы с вами выступали и закликали РНБО обратить внимание на то, что полномасштабная война должна начаться на начале 2022 года. То есть это было озвучено, это было зафиксировано, задокументовано, и ответственные звонки были направлены до РНБО. Почему я про это сейчас скажу? Для того, чтобы до ваших прогнозов все же таки прислушалися и побачили, что они сбываются, что они реальными. Кроме того, вашу книгу, которую вы написали, как Путин убивает за кордоном, вы презентовали и дали очень детальную информацию, каким чином работает система путинской агрессии за кордоном, каким чином убиваются те политики, которые незручные для Кремля, каким чином побудована сама система зовнішнего развития России. То есть это очень важная информация для специальных служб, это очень важная информация для стран коллективного захода, для того, чтобы этим скористаться и перемогти на решті Российскую Федерацию, как империю зла. Господа, спасибо, Наталья Евгеньевна. Буду быстро и кратко. Далее, смотрите, отвечаю на вопрос о входе в состав Украины при Кремлянской области. После ликвидации, внимание, 200 тысяч российских фашистских захватчиков и освобождение всей Украины, активная фаза с Москвой может быть продолжена, что важно. Агрессор будет обстреливать уже свободные территории Украины, Керчь, Донецк и Луганск, территории соседних областей, пока что входящих в состав Украины. И вот именно тогда Украина будет вынуждена решить вопрос о демилитаризации данных областей путем проведения военной операции по отбрасыванию сил противника как минимум на 200 километров от своих границ. А в ходе данной специальной военной операции Украины, как вы, наверное, сами догадываетесь, что может произойти, я вам уже подсказывать не буду. Победа Украина над Москвой создаст важное. Лишит смысла существования империи зла, который состоит в постоянной войне как во внешней, так и во внутренней. А далее, после военно-стратегического поражения Москвы в 4-й мировой гибридной войне, эта война неизбежно, не заметно до многих, перетечет во внутреннюю войну. И Украина при этом, как вот только действительно все ее территории освободятся, фактически имеется в виду, не будет русский, это самое, фашистский кирзач отсюда уйдет, то Украина сразу же очень быстро станет членом НАТО. Консенсус об этом уже достигнут среди всех стран. Как это все будет? Вот смотрите, после проигрыша в войне Путин окончательно станет токсичным для большинства основных силовиков. Токсичный лидер решится способности быть балансом интересов для основных силовых группировок Лерни. Он не сможет сдерживать их борьбу. И через некоторое время, с высокой долей вероятности, летом в 2023 году Путин будет физически ликвидирован своими ближайшими силовиками. Путин ликвидирует не силовики, внимание, потому что некоторые спрашивают, какие силовики ликвидируют Путину. Путин ликвидирует не силовики секретаря Совбеза, Грех Николая Патрушева, но Патрушев по умолчанию этому будет способствовать. В теории ликвидируют иные силовики, которые находятся к нему на очень близкой дистанции. А что дальше? А дальше начнутся самые темные и труднопрогнозированные времена и их последствия. Действующий председатель правительства РФ Михаил Мишустин до окончания внеочередных президентских выборов станет формально исполнять обязанности президента РФ. Будет сформирован Госсовет, коллегиальные органы, числа высокопоставленных силовиков, фактически ГКЧП 2-0. Наступит время абсолютного чекизма, когда сотрудники бывшего КГП ФСБ будут открыто управлять всеми компаниями, корпорациями, но оно продлится очень короткий срок. В ходе проведения очередной спецоперации выбора на пост президента будет назначен РФ, имеется в виду, сын Николая Патрушева, Дмитрия Патрушева, который сейчас министр естественного хозяйства. Этот молодой человек не станет такой консенсной фигурой, какой был Путин, поскольку Путин это стержень и основа годами выставившейся под него системы, и как только этот стержень будет вынут, система рассыпется. Дмитрий Патрушев это всего лишь ширма, а за его спиной страной фактически будет управлять его отец Николай Патрушев и силовики Госсовета 2-0. А поскольку силовики Госсовета 2-0 будут нелегитимны, то в страхе потерять захватченную власть они усилят репрессии внутри международных признанных границ РФ. Репрессии будут направлены не только против простых смертных, но и самих силовиков. Начнется внутренняя хаотичная борьба по ГОПСу. Всех против всех. Оформленный раскол силовиков придет к открытому противостоянию. В зависимости от расклада сил, часть силовиков объединится для борьбы против нелегитимного Госсовета во главе с Дмитрием Патрушевым, в честь своих подконтрольных пропагандистов призовет население к активным действиям. Само население РФ не является субъектом политики. Так, например, уже сейчас большинство тех, кто с оружием в руках воевал против Украины, имеют боевой опыт, будут с большей долей вероятности воевать на стороне Пригожина против ГКЧП-2, в отместку за то, что режим слил войну и предал их в Украине. После ликвидации Путина, пытавшегося поставить под свой контроль ГКЧП-2, возникла объективная необходимость ликвидировки самого Пригожина. Единственная тотальная гарантия беспредела коварного банкета Пригожина существует это Путин. Таким образом, важно подчеркнуть, что в международно признанных границах РФ начнется внутренняя война. А Чилковак и все это прочее, вот это вот Шушера, это исследует рассматривать кумулятивный эффект будущей внутренней войны. И как представляется задача Украины и страны, объединенные с западной коалицией, именно сейчас, должна состоять в том, чтобы превратить внутривоссийскую войну из классовой борьбы, вот то, что Ленин делал, да, вот после проимператорической, в национально-освободительную борьбу, то, что не было сделано. Вот это вопрос антироссийского холма, потому что Украина своей активной национально-освободительной войной показывает пример колонизированным народам, находящимся внутри РФ подмосковской оккупацией, и все это одежда на их освобождение. И вот теперь смотрите, что Украина, важно, значит, что она должна и может управлять именно внутренней войной. Так что я к чему, что действительно сейчас стратегическая цель Украины должна быть одна. Засунуть эту войну агрессору вовнутрь, а потом будут те силы возникнуть позже, это уже просто следующий исторический этап. Когда Украина, они сами обратятся к Украине для того, чтобы вооруженные силы помогли решить на построссийском пространстве определенные вопросы. Поэтому я на данном этапе закончил свой доклад, частично закончил, у меня сейчас часть осталась, я хотел бы, но я думаю, это позже, мы к этому вопросу вернемся. Да, Наталья Блина, все, кто на следующий. Я хочу проголосовать за то, чтобы эту промову дейсно опубликовали на сайте, и после этого каждый может поделиться, больше детально ознайомиться, и в подальшем году против своих додатковых возможностей промов. Я хочу проголосовать, что за это прошу голосовать. И для тех, где вы делали вашу промову, Игорь? Доктор, дякую вам. Спасибо.